Очередная ситуация. Наша створка трет снизу, видна характерная потертость, а когда мы берем ключ и приподнимаем ее наверх, она начинает тереть вверху. Соответственно, эта створка нуждается в перерасклинке стеклопакета. Сейчас мы посмотрим, как нам это сделать. Берем вот такой подставочный профиль транспортировочный, открываем нашу створку, кладем этот профиль сюда в паз вниз, закрываем ее и опускаем створку максимально вниз. Отлично! После того, как мы опустили створку на наш подставочный транспортировочный профиль, наша рама приняла геометрию, которую нам необходимо. Далее, берем тонкий шпатель или нож и снимаем наши штапики. Сперва снимаем длинные штапики, по высоте высокие, а потом короткие. Поделываем это вот таким вот нехитрым способом. После того, как сняли боковой штапик, те же действия мы проделываем с верхним штапиком. Главное правило перерасклинки. Перерасклинка делается у нас по диагонали. Здесь у нас угол висит, здесь тоже у нас пластин никаких нет. Пластины у нас только здесь вверху и слева и внизу в углу и внизу у основания, то бишь по диагонали. Соответственно, мы сейчас с вами будем подкладывать необходимое количество пластин, там единичку, двоечку, которая нам необходима будет сверху и сбоку, снизу и сбоку, внизу возле петли. Следующим этапом берем вот такую вот лопатку, вставляем ее между стеклопакетом и рамой. Опираясь на стеклопакет, приподнимаем нашу раму и вставляем необходимые пластины 1, 2 либо 3 миллиметра, сколько вам необходимо. Если у вас есть помощник, то он делает вот такие его действия при открытой створке, как на этой картинке, а вы в тот момент вставляете пластины. Подложили вот такие вот беленькие пластинки аккуратно, вот и наша створочка уже начала открываться. Это при том, что мы ее еще не поднимали, хотя мы ее опустили полностью вниз. Сейчас мы ставим штапики обратно и посмотрим, что у нас получилось. Хочу обратить ваше внимание, что мы сперва ставим с вами узкие штапики назад, а потом боковые высокие. Вниз немножко так, чтобы здесь не было щели придавить. Потом вот так загибаем его вверх и защелкиваем. Это можно сделать либо рукой, либо специальным молоточком, вот таким вот резиновым. Итак, наши стапики стоят на месте. Берем наш с вами шестигранник, приподнимаем створочку, открываем ее, убираем подставочный транспортировочный профиль. Вуаля! Наша створка легко закрывается, нигде не трет, ни снизу, ни сверху. Вот такой вот интересный процесс. Если есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно на них отвечу. Всем хорошего дня и отличного настроения! Спасибо за внимание! И до новых встреч!